Мероприятие стилизовано под театральный ярмарочный праздник со скоморохами, купцами и дворянами 19 века неспроста. Ведь именно в это время работала историческая ярмарка. По своей значимости она числилась в третьей в Российской империи по товарообороту. От имени правительства Курганской области я всех вас искренне приветствую. В этом году уже на традиционно открывшейся Крестовско-Ивановской ярмарке. Впервые она имеет статус областной и вы видите, что представлены все муниципальные образования Курганской области. На ярмарке были представлены как традиционные сельскохозяйственные животные, так и экзотические для нашего региона. Среди них верблюд и лама. Все желающие могли прокатиться в повозках, запряженных лошадьми и ламой. Открыл ярмарку Алексей Кокорин, поздравив всех участников и подчеркнув, что у этой традиции большое будущее. После этого губернатор вручил благодарственные письма администрации Лебяжевского, Макроусовского, Шадринского и Шатровского районов за успешное завершение посевной, а также посетил экспозиции поделок национальных ремесел. Во-первых, это популяризация наших продуктов питания. Вы видите, сегодня здесь и селекционные животные, те, которые, пусть пока небольшие предприятия в Курганской области, которые начинают заниматься племенным животноводством. Это направление очень перспективное. В прошлом году дневной товарооборот ярмарки составил 12 миллионов рублей. Сегодня организаторы начинают реализовывать идею создания крестовского торжка, который будет работать на ежедневной основе. Борис Лайкин, Никита Ликанов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру